Песня 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 Дорогие братья и отцы, сегодня мы проводим встречу с отцом Сергием Барановым. Уже многие из наших студентов знают его по фильмам, которые мы и в семинарии наши смотрели. И я думаю, что когда мы смотрели эти фильмы, возникло много вопросов к отцу Сергием. Сейчас мы имеем такую уникальную возможность поговорить, пообщаться с ним, услышать его наставления о молитве. То, что сейчас уже становится такой редкостью в нашем мире. Я думаю, что отец Сергий вкратце расскажет, в двух словах о себе он сам расскажет. И очень рад, что отец Сергий приехал к нам в гости. Я надеюсь, что это первый раз и много-много лета впереди. Приезжайте, пожалуйста, к нам в семинарию, наставляйте, помогайте нам в духовной жизни. Очень рады вас видеть. Спасибо. Спасибо, Господи. Ну, а о себе кратко. Я духовник женского монастыря. Я не просто духовник назначенный, я основатель этого монастыря. В другой традиции это звучит как ктитор. То есть вокруг меня когда-то собралась община женщин, которые желали жить духовной жизнью, я делился своим опытом. Я много раз был на Святой горе Афон, мне довелось там расписывать храм и жить в этой атмосфере Афона. И главной темой на Афоне является Иисусова молитва. Мне эта тема очень интересна была, поэтому я искал, сегодня мы с преподавателями говорили, в преподавательской, что эта тема стала редкой. Вот, в частности, тема Иисусовой молитвы. Она на протяжении всей истории церкви не была всегда вот стабильной. Были моменты, когда эта наука умного дела не затухала, почти что пропадала. Потом появлялись люди, которым она была очень интересна, и они к этой теме возвращались. Ты сидишь как в телевизоре, я тебя очень хорошо вижу. Как ты меня, так и я тебя. Давайте, наверное, я начну. Тема заявлялась как молитва и сугубо как Иисусова молитва. Но я начну с темы покаяния. И потом перейду к Иисусовой молитве. Сейчас в церковном пространстве очень популярна стала формула «нам оставлено покаяние». И как все популярно, эта тема немножко заморочилась, застиралась и стала очень относительной. Даже церковные люди стали… Почему она стала относительной темой покаяния? «Нам оставлено покаяние». Потому что каждый привносит в эту тему свое видение этой проблемы. Каждый из нас по-разному, духовно, глубоко, неглубоко воцерковлен. Каждый из нас по-своему понимает. Поэтому вот эта фраза «нам оставлено покаяние» она сейчас очень относительная. В связи с этим я сразу задаю вопрос. А что это значит «нам оставлено покаяние»? Да. То есть, Господь призывает нас покаяниться, не поменится, а стать, ну, как и грешников, а линии? Давайте я тогда дальше продолжу. Вот, когда мы говорим о покаянии, сразу возникает вот по цепочке логической. Это первое – признание своего греха. Второе – сожаление об этом. Сожаление о грехе. Потом более глубже – плач о грехе. И что-то деятельное, что сюда мы должны принести. Вот на примере апостола Иуды, бывшего апостола, я хочу все эти вопросы задать. А Иуда признал свой грех? Признал. Сожалел? Сожалел. Обнародовал. Обнародовал публично. Не просто признал грех, Сожалел. Плакал. Обнародовал. Он даже сребреники вернул. Ну, смотрите, вот, как много он сделал из того, что мы понимаем под покаянием. А последний вопрос. А Иуда спасся? Да не просто не спасся, а эта фигура нарицательная в истории церкви. Не просто нарицательная. Эта тема страшная. Для человечества всегда после 2000 лет стать Иудой – это страшно. Это не просто стоит позор, потерять лицо. Это сразу ассоциируется вот прям сразу в ад. Ну, хотя, смотрите, сколько многого он сделал. Признал, признал. Озвучил. Сожалел. Плакал. Сребреники вернул. Но чего-то он не сделал. Однажды один из апостолов в Евангелии, когда вот апостол, наверное, даже не головой, а вот каким-то внутренним чутьем понял глубину евангельскую, вдруг этот апостол воскликнул такую фразу от всего сердца. Господи, да кто же может спастись? И Господь ему отвечает на эту фразу. Никто, только Бог. Человекам это невозможно. Вот буквально евангельская фраза. Богу возможно все. Что не сделал Иуда из покаяния? Ему надо было бежать ко Христу. Он не смог бы без него спастись. Спасение – это Христос. Когда Понтий Пилат задает такую сарказмом, бросает фразу в лицо униженному Христу, что есть истина. Христос спокойно и величественно говорит ему «Я есть истина». Истина – не что, истина – кто. «Я есть истина». Эту же фразу можно перефразировать еще и сказать, что есть покаяние. И можно сказать словами Христа «Я есть покаяние». Никто из земных не может покаяться не в Духе Святом. Никто из земных не может достичь совершенства. Вот сразу вы говорите, что опять же у нас очень часто звучит уже, стало популярно, покаяние – это метаноя. Метаноя – изменение сознания. Я задаю вопрос – это нравственное изменение? Это всего лишь нравственное изменение? Обратите внимание, вот вы уже и снова у времени, а вот люди старшего поколения, те, кто жили даже в коммунистические безбожные времена, мы можем констатировать тот факт, что даже в безбожные времена нравственное совершенствование было возможно. Были высоконравственные люди. Мы определяем, как высшее проявление любви – это умереть за други своя. Александр Матросов в советское время ложится на абразуру грудью, закрывая своей грудью пулемет, чтобы жили другие. Но он мог быть вообще неверующим человеком, комсомольцем того времени, безбожником, как это было тогда популярно и принято. Почему я об этом говорю? Я говорю, что Евангелие – это не нравственная книга. Если бы нам нужны были нравственные ориентиры, нравственные ориентиры и заповеди, мог принести просто пророк или очень благочестивый человек. Христос приносит нам не нравственный закон в первую очередь, хотя и в том числе. Христос приносит нам самого себя. Даже имея нравственный закон, я надеюсь, что большинство из вас пришли в семинарию, не пригнали вас. А все-таки это был ваш выбор, ваше согласие. Наверное, это было искреннее желание сердца вашего. И наверняка каждый из нас, вот присутствующих здесь, если сказать вот откровенно, искренне, каждый из нас хочет быть нравственным человеком. Каждый из нас желает исполнить нравственный закон, данный Господом нам. И сразу у меня возникает закономерный вопрос. Каждый хочет, а кто может? Если мы не лицемеры, если мы искренние люди, которые еженедельно исповедуются в одних и тех же самых грехах. Исповедуются не формально, а искренне, со слезами, со стыдом, превозмогая стыд. Каждый из нас, если мы не лицемеры, каждый из нас может сказать, очень хочу, но не могу. Не хватает? Ну, можно было бы и по-другому сказать. Очень хочу, но у меня получается отчасти. Даже если во мне есть большое мужество заниматься аскезой, работой над собой, все равно у меня получится лишь отчасти. Совершенен только Бог. И опять я возвращаюсь. Да кто же может спасись? Человекам это невозможно. Богу возможно все. Но даже если, допустим, если у нас даже у самих по себе получится исполнение нравственного закона, не только внешнего, потому что помните, Господь в Евангелии говорит такую фразу, которая заставляет нас быть очень ответственными. Если ты соблюл телесную чистоту, но в уме, в помысли, ты допускаешь даже на уровне помыслы, нехорошие мысли, ты в полной мере согрешил. Так вот, исполнить нравственный закон, даже если у нас получится, хотя, наверное, человекам это невозможно, но даже допускаем, если у нас получается исполнение нравственного закона, даже на уровне помысла, даже во сне мы не оскверняемся. Это цель наша. Нет, это не наша цель. Дева соблюдает девственность свою. Девственность ради девственности? Нет, она соблюдает девственность ради жениха, чтобы отдать эту девственность жениху. Наша душа, что у мужчин, что у женщин, женского рода, душа, она. Так вот, мы соблюдаем девственность нашей души не просто сами по себе, не девственность ради девственности, чтобы потом полюбоваться своей чистотой, насколько я высоконравственный человек. Мы соблюдаем девственность нашего сердца, чтобы, как Господь опять же в Евангелии говорит, чтобы эту горницу вымести, вычистить, вымыть и пригласить в эту горницу жениха. Человек не самодостаточное существо. Он не сам себя родил и не сам в себе имеет жизнь. Я часто сравниваю человека вот по своей сути без Бога. Это глиняная кукла. Глиняная кукла, которая, чтобы заморгала, задвигалась, в нее нужно было вдунуть жизнь. Со вне Бог вдунул, вот слепил нас из праха земного. Каждая из нас состоит из химических элементов. Человек сейчас пусть возьмет вот все химические элементы, сложит их в эту конструкцию. Пусть физики, химики дадут, опишут эту конструкцию. Заморгает она, в нее нужно вдунуть жизнь. Так вот, человек не самодостаточен. Идея о человеке во время создания каждого из нас была та, чтобы мы жили вечно, но эта жизнь не в нас самих, а эта жизнь в связи с Богом, Бог вечен. Мы ограничены. Семен Новый Богослов говорит такую страшную фразу. Многие люди на земле живут, еще живут физиологически, они передвигаются в пространстве, они употребляют пищу, они улыбаются. Но это физиологически у многих душа уже умерла. И поэтому вот этот отрезок еще, когда человек живет по инерции физиологически, у каждого может быть длиннее или короче, но он закончится. Как букашка ползет по стеблю, в какой-то точке она остановится, потом засохнет, рассыпется, и ветер ее сдует. И ее не будет. Человек не самодостаточен, он нуждается в Боге, как в источнике жизни вечной. Только в связи с Богом, в синергии с Богом он может существовать вечно. А не вот этот вот краткий отрезочек времени в пространстве и времени. Иисусову молитву, я бы вам о Иисусовой молитве сказал. Очень многое об Иисусовой молитве говорится вот в том плане, что она помогает организовать наш рассеянный ум. Ум, который постоянно блудит. Если тело нам внешней аскезой как-то мы еще можем организовать, то поймать наш ум, который бесплоден. Это как ловить воздух рукой. Если тело нам еще получается как-то организовать от греха, ну, конечно, для тех, кто очень сильно хочет. Кто не хочет, то тут и разговора нет. То как поймать наш ум, который легче воздуха? Иногда у человека бывает такой тупик, когда он говорит, да не могу я поймать помысл. И слава Богу, если человек подходит к этой точке, когда он говорит, не могу я поймать помысл. И тогда он ищет средства. Святые отцы эти средства, это средства нашли. Иисусова молитва по-другому еще звучит как умная молитва. И само название умная молитва предполагает, что это мы что-то делаем с умом. Не с нашим телом. Не с нашими даже эмоциями в формате чувственного сердца. А это происходит в формате духовного сердца. Так вот, святые отцы целую науку за две тысячи лет написали. Отчасти все это собрано в добротолюбие. Святые отцы пишут об организации нашего ума. По большому счету сейчас наш ум каждому из нас почти не принадлежит. Это очень похоже на такую форму шизофрении. Знаете, болезнь шизофрения в чем заключается? Когда ум не принадлежит человеку, когда он живет своей жизнью. И этот ум идет в такие страшные вещи. Человек говорит, стой, стой, мне туда нельзя. А он даже не оглядывается. Он просто ум идет куда хочет, как блудный пес. Так вот, целая наука по организации ума и подчинению ума этой задаче, чтобы не теле было чисто, а даже на уровне помысла, чтобы было чисто. Но я сегодня не об этом хотел сказать, а о том, даже если у нас получается очистить, очистить до девственности свой ум и сердце. Я хотел бы подчеркнуть, что это не наша цель. Наша цель Христос. Если мы просто очищаемся ради очищения, то это или бесполезное занятие, или даже гордое занятие, потому что даже этим человек может тщеславиться. Я – высоконравственное существо. Во мне даже нет помысла греха, кроме одного, кроме помысла тщеславного. Это была ошибка наших прародителей Адама и Евы в раю. Чем они согрешили? Адам с Евой. Яблоко съели – это совсем примитивно. Многие скажут – они предали Бога. Но я сейчас не о том. Смотрите, в чем была ошибка. Дьявол не просто подталкивает их предательство Бога. Он им говорит – будете как Боги, ешьте. Вот это желание стать Богом – это заложено от создания в человеке. К этому человек призван от своего… Бог его слепил в эту куклу, вдунул в него дыхание жизни, и он хотел, чтобы он стал Богом с маленькой буквы. Ешьте, станете как Боги. Он их обманывает. В чем обманывает? Нельзя стать Богом без Бога. Нельзя стать Богом, отделившись от Бога. Многие сейчас практики, вот эти философские, духовные, восточные, занимающиеся медитацией, самосовершенствованием, реализацией, в кавычках, своих внутренних резервов – это все одно и то же – стать Богом без Бога. Это путь ошибки Адама. Смотрите потом. Следующая ошибка человечества. Давайте построим Вавилонскую башню. Это опять тоже желание стать Богом без Бога. Мы сейчас построим эту башню до неба и станем богами. Результат – башня эта рушится вместе с чаяниями этих людей, вместе с глупостью этих людей. Идея Бога о человеке из самого начала была одна и та же, которую озвучили уже наши аскеты православные, новейшего, вот после христианского времени. Эта идея называется обожение. Человек не самодостаточен, он должен соединиться с Богом и стать Богом с маленькой буквы. Так вот, Иисусова молитва предполагает организацию ума даже на уровне помыслов. Даже и достижение девственности не телесной, а девственности сердца и ума даже на уровне помыслов. Но это не конечная наша цель. Эту девственность мы приносим в дар Христу, чтобы соединиться с Ним. Душа должна соединиться со Христом. Это наша цель. Иногда, вот в этом покаяние, иногда говорят вот в Иисусовой молитве, что нужно делать ударение на слове «помилуй, помилуй, помилуй». Я не спорю с этой традицией, но я всегда деликатно говорю, в нашем монастыре мы делаем ударение на Иисусе. Потому что в этом слове главный смысл Иисусовой молитвы и всего христианства. Даже покаяние без него будет несовершенное. Мы будем то шарахаться, то из разочарования и депрессии, то в тщеславие, даже в покаяние. Христос самое главное. И поэтому в Иисусовой молитве мы не только воздерживаемся от плохих мыслей, мы постоянно тесним в сердце, вот это слово очень точное святоотеческое, тесним в сердце Христа через эту молитву. Постоянно происходит. Мы в своей жизнедеятельности привыкли мыслить вовне. Наша мысль все время идет поступательно вовне. Святые отцы во время молитвы изменяли направление нашей мысли извне, внутрь, в область сердца. Молитва происходит внутрь, а не наружу. Для вас, может быть, это непонятно. Если попробовать, это не получится, это будет неудобоносимо. Но святые отцы, практикуя, они научались молиться внутрь. Христос находится там, внутри, в сердце. Евангельские слова Христа. Царствие Божие внутри вас есть. А Он и есть Царствие Божие. И поэтому вот этот навык постоянно направлять в сердце Христа Иисусе, 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 Иисусе. В полной мере я вам это не смогу объяснить так же, как не смогу в полной мере объяснить таинство причастия. Как Божество может соединиться с хлебом и вином. Как бестелесный Бог может соединиться с формой материи. Также мы не в полной мере можем объяснить, как это происходит, как мы, тесня имя в область сердца, наполняемся Христом. Святые Отцы просто это констатируют как факт. Да, именно так оно и есть. И тот, кто занимается Иисусовой молитвой, он говорит, это не философия, это не размышление, это не иллюзия. Это бытие. Если человек занимается этим упорно, усердно и по возможности всю жизнь, то оно именно так и происходит. Человек наполняется Христом. Происходит обожение. Об этом говорил апостол Павел, когда он говорил такие слова. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Это трудно понять. Но апостол Павел не говорил просто красивую фразу. Он говорил фразу, которая есть бытие, так оно и есть. И уже не я живу, живет во мне Христос. Уже не я думаю, во мне думает Христос. Он просвещает мой разум. Он просвещает мои чувства. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Ребята, я чувствую, что уже вы целый день отсидели на уроках. Может у вас какие-то вопросы возникли? Можно тогда задать? Да, пожалуйста. Давайте. Вы привели к примеру садата апостола Павла. Но вопрос в том, как распознать эту грань между тщеславием, когда человек думает, как думают многие хоризматы. Когда человек думает, что Дух Святой живет во мне, я могу думать. Все. Когда у меня Дух Святой, вот где найти эту грань между тщеславием, надуманностью, что таким чувственным представлением и истинностью. То, когда Христос в тебе реально. Очень хороша в православии традиция духовного наставничества, когда ты постоянно находишься в первое время, когда в тебе нет еще опыта, опыта даже в распознании самого себя. Очень хороша традиция духовничества. Даже не в том плане, что духовник может быть и не святой человек, но даже взгляд со стороны. Человеку трудно себя увидеть со стороны. Вот этот взгляд со стороны, тем более, если этот взгляд опытного человека, во-первых, опытного, во-вторых, любящего тебя, беспокоящегося за тебя. Развлечение духов это очень высокая степень и очень ответственное. Ты очень правильный вопрос задал, да? Взгляд со стороны очень нужен. И все святые отцы говорят, и вообще в духовной жизни, и тем более, если ты пытаешься заниматься умным деланием, взгляд со стороны человека неравнодушного к тебе, он тебе подскажет. Пока ты еще не приобрел свой собственный опыт. Но этот опыт очень ответственен, но этот опыт в церкви живет. Наверное, у нас не повернется язык назвать прельщенным Силуана Афонского или батюшку Серафима Саровского. Помните такая фраза, когда я говорил «от себя были ошибки», когда говорил «от Духа Святого ошибок не было». Вот сейчас кто-то из нас такую фразу скажет, и мы сразу иронично заулыбаемся, потому что для нас это действительно прелесть. А как ты определишь, что ты «от Духа Святого» говоришь? Но, тем не менее, мы имеем этот опыт, опыт святых, когда они подходили к такой чистоте ума и сердца, когда они понимали, когда они говорят «от себя», а когда говорят «от Духа Святого». Я сейчас привел эту фразу Серафима Саровского, а Силуана Афонского, если вы читали Силуана Афонского, то там есть такой момент, когда на Святую Гору Афон приехал очень опытный духовник, отец-стратоник. И отцы Афонские собрались и стали размышлять над такой фразой «как говорили святые». И каждый говорил по-своему, а потом спросили Силуана, и Силуан Афонский коротко сказал «они не говорили от себя, они говорили от Духа Святого». Опять же, если кто-то из нас сейчас скажет эту фразу, мы сразу поймем, что человек поврежден. Но в то же время, в наше время, знаете, бывают времена пылкости, бывают времена чрезмерной, какого-то, вот, ты не холоден, не горяч, такого чрезмерной осторожности. Когда у нас получается уже пере-переосторожность. И эта пере-переосторожность переходит в какой-то духовный паралич. Я всегда привожу пример. Обратите внимание, Церковь сколько пишет об осторожности в прелести, чтобы человек не впал в прелесть. Будьте осторожны от эмоций, от какого-то искусственного разжигания. И эта же Церковь каждый день в церковной, богослужебной гимнографии, в житийной гимнографии постоянно восторгается чрезвычайными подвигами святых. Получается такая антиномия. Эта Церковь говорит «стой, стой, стой, держи серединку». И эта же Церковь ежедневно восторгается довольно-таки не серединкой, а чрезвычайными подвигами святых. Я еще этот вопрос подытожу. Во-первых, наставник хороший. Во-вторых, еще очень важный момент – постепенность. Вот эта очень точная фраза «Царствие Божие» нудится, не рывком берется, нудится. Вот это понуждение духовное – это такой процесс очень постепенный. Он не такой красивый. Он неимоверно тяжелый. Я сейчас вспоминаю старца Сафрония Сахарова, когда после смерти Силуана Афонского он жил в пещере возле монастыря Агио Павла на Святой горе. И вот удивительное событие. Греческий монастырь Агио Павла выбирает русского отшельника себе в духовники монастыря. И, знаете, греки очень чувствуют себя повыше нас. Они поделились с нами с нисходительно православием. И поэтому они наши учителяют, чтобы греческий монастырь выбрал русского. И не только Агио Павла. Там окрестные скиты тоже у него кормлялись, у старца Сафрония Сахарова. И вот в этот период своей жизни, когда он жил в пещере уединенно, сугубо внимательно, он говорит, я в это время обратил внимание, я встречал афонитов, которые находились в нетварном свете, сами не подозревая этого. О чем говорит старец Сафрония? Они длительной, стабильной, такой постепенной духовной жизни, без скачков, без эмоций, настолько естественно и плавно вошли в это состояние святости, что оно стало для них не чрезвычайным. Они думали, что это естественное состояние каждого христианина. Это как Серафим Роуз тоже все время ощущал сладость после причастия от духовной жизни. Он думал, что это все люди, христиане, так и живут. Вот эта вот постепенность, постепенность, она, знаете, приносит большую тяготу. И вот эта тягота очень сильно смиряет человека. Можно так вот по вдохновению поиграться в подвижника неделю, месяц. Потом приходит большая скука. Может быть, у кого-то даже 10 лет получится. Вот это вот период неофитского горения. Но потом Господь обязательно подведет к периоду, к трудовому. Вот есть еще такое понятие трудовая молитва. Сначала, чтобы как бы человека затравить в это дело, Господь дает ему благодать призывающую. И человек горит на этом, с удовольствием все делает. А потом приходит время, когда Господь немножко эту благодать отнимает, чтобы ты, во-первых, доказал свою искренность через труд, через тяготу. А во-вторых, чтобы ты наполнился опытностью, как преодолевать эту тяготу. Поэтому вот постепенность. Еще, знаете, на Афоне до сих пор сохраняется традиция бдения. Когда человек учится превозмогать скуку и длинную молитву. На Афоне вот до сих пор может быть всенышное бдение на какой-то большой, на 10-й праздник или на престольный праздник. Оно может длиться 14 часов. Я его не могу выставить. Просто у меня не хватает сил. Это практика, в которую человек постепенно входит. Даже вот есть такая книга, письма святогорца, дореволюционная, где святогорец, уже живя на Афоне, будучи афонским монахом, и он говорит, сегодня у нас бдение. И мы идем и думаем, Господи, помоги нам. Вот вечером начнется всенышное бдение, а закончится завтра в 12 часов. Казалось бы, ну в стасидии присядь. Ну даже задремать там может. Но это невозможно. Это какое-то искушение. Все тело ноет, разламывается. Преодоление. В молитве должно быть преодоление. Преодоление, которое научает быть мужественным, с одной стороны, и научает видеть немощь свою. В какой-то момент, если Господь не подкрепит, ты сломаешься. И выйдешь из зала. Все, тебя уже закрутило. Или из храма. В какой-то момент тебе нужна благодать Духа Святого, которая тебя вдохновит. Вдохновение, корень и слово вдохновение. Дух. Тебе нужен Дух Святый. Тебе нужно вдохновение. Иначе ты сломаешься. Все, размазался. Простите, я долго отвечаю. Еще вопросы есть? Да. Еще одно из названий сосудной молитвы, это сердечная молитва. И, получается, говорят, что нужно концентрироваться на некоторых точках. Точки на своем теле, где традиции разнятся. Кто-то говорит о концентрации в верхней части левой груди. Кто-то говорит о пациенту. Семен Бескромный, именно у человека говорит о некотором правом сердце. То есть по правой части груди ставил притворец левому анатомическому сердцу. В чем причина различия разных точек, в чем принципиальная разница? Это первый вопрос. И второй вопрос, как я понимаю, в идеале человек, творящий Иисусову молитв, должен дойти до состояния, когда он молится на Христану. То есть при этом, как бы он может заниматься какими-то своими бытовыми делами, при этом постоянно молитв, даже может разговаривать с кем-то, но при этом поддерживать эту молитву. То есть вопрос, как это работает. То есть, правильно происходит двойной диалог, и эта молитва переходит на какой-то другой несимонатическую, чем эта молитва духа. Давай сразу на второй, чтобы мысль не потерять. На второй вопрос отвечу, а потом на первый. Когда духовник рекомендует занятия Иисуса молитвой 15-20 молитв, там 30, я сразу скажу, вот я лично, я в это не верю. Если девочка хочет научиться игре на фортепиано, и она будет это делать по 5 минут в день, ей нужно тысячу лет. Правда? Чтобы научиться игре на фортепиано, она должна на часа 4 сидеть. А если она вообще хочет играть, как Мацуев, у меня знакомая девочка, она вот сидит и сидит. Так вот, молитвы Иисусовой, если она предполагает в идеале, потом непрестанную молитву, ее должно быть очень-очень много, в идеале непрестанную. То, что мы делаем очень много, переходит в привычку, и привычка переходит в интуицию. Интуиция — это не голова, это не рассудок, это нечто более тонкое и глубокое. То, что мы привыкли делать интуитивно, для этого нам не нужна уже голова. Вот смотрите, я приведу пример. Молодой человек приходит заниматься единоборствами. Тренер его ставит и говорит, делай вот это движение. Ты его должен уловить, его траектория. Молодой человек делает одно занятие, второе, третье, через неделю, говорит, тренер, я правильно делаю? Да, ты уловил это движение. Что дальше? Он говорит, а теперь 150 тысяч раз. Этот молодой человек, не понимая сути, он сначала, вот у него протест, обида, или может он думает, тренер шутит, учитель. Я не понимаю вас. Я его правильно делаю? Правильно. А зачем 150 еще тысяч? Ты его правильно делаешь головой. Оно должно перейти у тебя в интуицию через 100 тысяч раз. Вот тебя разбудят, и ты должен это сделать. Если ты в бою начал думать, ты уже опоздал, тебя уже убили. Потому что там происходит на таких скоростях, что если ты думаешь, тебя уже убили. Все, что мы делаем очень-очень много раз, у нас переходит в интуицию. И мы это делаем, естественно. Мыслительный процесс – это уже процесс. Это уже отрезок нашей мысли. А нам нужно… Помысл как действует? Он действует мгновенно. Тем более помысл даже не в формате мысли, а в формате чувства. Он вот мгновенно коснулся, и ты уже проиграл. Так вот, для чего Иисусу и молитвы занимаются очень много? Батюшка Серафим Саровский говорит, Вот мы так любим правила батюшки Серафима Саровского. Утром три раза отча наш, три раза Богородица, один раз веру. И вечером то же самое. Но почему-то люди пропускают, что между утренним, коротким и вечерним батюшка Серафим Саровский сказал, что мы целый день должны говорить Иисусу молитву устную. Целый день, целый день. Да, это сразу невозможно. Отвлекся. Отвлекся. Ничего страшного. Вернись и начинай снова. Иисусе, Иисусе, Иисусе. Пусть это перейдет в твою привычку. Привычка – вторая натура. Так вот, оказывается, наши мысли, наша интуиция – это не одно и то же. И вот если у человека что-то перешло в интуицию, вы когда-нибудь видели, как… Вот раньше у нас в советское время на лавочках сидели бабушки, вязали… Я с Оренбурга, они вязали у нас эти оренбургские платки, а сами между собой разговаривают, обсуждают, а делают это. Когда она начинала вязать, ей нужно было, чтобы мозг был здесь, иначе она петлю потеряет. А когда-то у нее руки, вот это движение, уловили уже как интуицию, кто-то скажет, ну, какой результат? Какой результат? Платок связан. Интуиция. Кто-то скажет, что без внимания – это грех. Извините меня. На уровне интуиции человек тоже живет ответственно. Он чувствует, что он делает. У меня на Афоне есть друг, который попал, когда приехал на Афон, он попал в общину греческого старца. У него было два греческих ученика, и вот он согласился взять русского. И он, этот мой друг, говорит, я три дня не мог понять, где у нас работает генератор в пустыне. В Катунаке они жили. День и ночь. На третий день, говорит, я понял, что это за стенкой. Старец говорит день и ночь кересу, 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 кересу. Своим боском старческим. Он говорит, я когда к нему подошел, говорю, Геронда, а как вы так можете? Он говорит, сынок, но я здесь живу 60 лет. Я 60 лет это делаю. Какое-то время, может, год, два, три, мне нужно было для этого понуждение. Теперь даже я остановить это не могу, потому что это стало моей второй натурой. А еще остановить я это не могу, потому что, понимаешь, он говорит, как физиологический человек должен дышать кислородом, делать вдох и выдох. Хоть он спит, хоть он задачу решает, он все равно должен дышать вдох-выдох, вдох-выдох. Так вот, говорит, когда оживает душа, вот по Семенному Богослову, она начинает дышать, но она дышит не кислородом, а молитвой. Иисусе, Иисусе, Иисусе. Она реанимируется, она раздышалась, она ожила, заморгала. И, говорит, теперь, если мне остановить эту молитву, я, говорит, буду чувствовать, как будто удушье, как будто если мне физиологически перекрыли кислород, я начну задыхаться. Так моя душа начинает задыхаться, если я не буду вдыхать эту молитву. Иисусе, Иисусе, Иисусе. Нам, физиологическим существам, больше как животным теперь, это, конечно, трудно понять. Поэтому, это первый вопрос, на который я ответил. Понимаешь, можно быть бухгалтером и не оставлять молитву. Можно ночью спать, а молитва будет идти. Можно читать книжку, а молитва будет идти. Если ты ее сделал миллион раз, она у тебя, понимаешь, ты читаешь книжку умом, а молитва у тебя живет уже там, в интуиции. Она идет, 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 ничего не мешает. А первый вопрос ты задавал? А, касательно области сердца. Да, вот, если мы возьмем, может быть, мы найдем у разных отцов, кто-то говорит в области гортани, кто-то, вот ты говоришь, Симон Бескровный говорит о правом сердце, там, да. Но вот мы можем, например, выборку сделать. Все-таки больше отцов говорит именно о области физиологического сердца, о верхней части груди, верхней части, где находится наше сердце. Все-таки, если мы вот статистику какую-то сделаем, чего больше? Даже в том же добротолюбии. Все-таки это область нашего физиологического сердца. Но сразу я вам еще такую сноску сделаю. А царь Давид в Псалтире говорит такую фразу «сердце глубоко». Когда мы говорим о сердце, о сердечной молитве, это не внешнее сердце, которое живет эмоциями. Эмоции на молитве – это очень опасно. Сердце глубоко – это духовное сердце. Это глубокое сердце – это духовное сердце. Это не эмоциональный орган. Самое грубое понятие сердца – это как насос, который перекачивает кровь. Поглубь же можно сердце понимать как орган чувств. Но духовное сердце – это нечто другое. Ни в коем случае не опирайтесь на чувства и эмоции. Это не о том сердце говорится. Кто-то еще руку подымал? Да. У меня такой вопрос. Вы говорили по поводу сердца и молитвы. И у меня создает такой вопрос, что я как-то был стараться на службе и заметил интересную такую практику. У них все стоят следствами. Дети, бабушки, дедушки, молодые, старые. То есть практика молитвы, в том числе Иисусовой, насколько мне известно, старокачественная практика, она обладает около 800 Иисусовых молитв в день. У меня все-таки следствием такой вопрос. Молитва Иисусовой, она все-таки для монахов или для всех? Если вы об этом много говорили, но вкратце вот это тоже. Это вот первый вопрос. И второй, вы говорили о эмоциях во время молитвы, что эта практика, она такая, не переслывается в сердце и так далее. Но при этом есть ряд цветов отцов и вообще текстов, которые тогда, допустим, я не слышал, что в Лесеце слова 7 и 10 писал о воображении, представлении ада. То есть воображение, представляем, учение в аду и так далее. Иван Грифантийский в своих словах, тоже в слове подвижности, допустим, писал о представлении ада. Иван Грифантийский в сослаждении. В связи с этим вот такой вопрос, вообще вот эта практика воображения во время молитвы или хотя бы ощущение какого-то в акте неприимного богообщения, вот эти любые ощущения, они допустимы или нет? Тут не в плане разрешено. Все мне можно, но не все полезно. И я бы еще сказал, что мог себе позволить Иван Грифантийский, Ильян Листочник, кто не может себе позволить, например, простой послушник. У святых отцов есть еще такое понятие, что достигнув какой-то степени совершенства, святой мог позволить приблизиться по мыслу, чтобы сокрушить его. Если послушник будет себе это позволять, это такое безрассудство. И по поводу размышления о Аде, о Рае, перед практикой Иисусовой молитвы можно сосредоточиться и немножко помыслить о том, что мы можем попасть в ад, о том, что наша жизнь коротка, и никто из нас не знает, сколько мы проживем. Кто-то даже, может быть, молодым умрет. И опять же, вот взять святых отцов, но все равно оттенки у каждого свои есть. Многие, да, рекомендуют перед началом молитвы немножко поразмышлять, чтобы настроиться, настроиться вот на этот лад, на духовный. Но во время молитвы лучше уже, понимаете, когда мы молимся, мы должны выключить размышления, потому что молиться и размышлять – это разные природы ума. Размышляем мы о Боге, размышляем мы о внешнем предмете, предмете, который перед нами на какой-то дистанции. Мы о нем размышляем. А о том, что у нас внутри, мы это не размышляем, мы это живем. Вот в Ветхом Завете было такое понятие – Авраам был праведен и ходил пред Богом. Исаак был праведен и ходил пред Богом. Ветхая традиция – хождение пред Богом. Человек ходит и трепещет чего-то внешнего. А в новозаветной традиции Бог не перед тобой, Бог внутри тебя. И даже более того, Бог – часть тебя. Если мы говорим об обожении, как опять же возвращаемся к апостолу, уже не я живу, но живет во мне Христос. Это уже хождение не пред Богом. И эту вещь мы не мыслим, мы ее живем. Очень много сейчас людей размышляют о Христе. Миллионы людей размышляют о Христе. Сколько из этих миллионов встретили Христа непосредственно? Пропасть. Единицы. Все о Христе. А самого Христа-то нет. Даже это печально говорим мы, христиане. Даже мы, священники, это говорим. Если мы честные, искренне, нелицемерны, все о Христе. В семинарии, в академии очень много о Христе. И очень редко сам Христос. Мы даже... для нас даже это понятие, а что это такое, сам Христос? Не о Христе, а во Христе. Поэтому вот есть такое традиционное понятие на Иисусу в молитве безвидно, безобразно, бесчувственно. Мы стараемся войти в эту область. Иначе мы слепим себе очередного башка с маленькой буквы. Израильтяне представляли его в виде золотого тельца и называли Богом. Мы создадим себе свою форму в связи с нашими представлениями об этом. Даже не форму, например, физическую, даже форму чувства мы создадим сами себе. Я, знаете, был в Израиле, и у нас несколько дней был гид иудей вот такой практикующий, классический. И как-то у нас связался духовный разговор, и он говорит, знаете, отец Сергий, как мы Бога переживаем. А Бог Он везде. Я говорю, знаете, вот это ваше везде, оно вроде бы как и нигде. Но Бог настолько размывается вот в этой трансцендентности своей. А вот только в христианстве, вот, кстати, в мусульманстве он тоже Бог везде. А только христианство говорит о Боге как личности. Не Боге как абстракции, не броге как о философском понятии, о какой-то безликой силе. Только в христианстве Бог входит в такое отношение с человеком, что он становится личностью, личной, личностью понятной отчасти, конечно. В полной мере Бога невозможно понять. Но отчасти Бог становится понятен в Духе Святом. Есть еще вопросы? Ну вот мы с вами говорили... Отец Сергей, мы с вами говорили до лекции о том, что сейчас студентам очень сложно мы говорим о высоком, о Иисусовой молитве, им сложно даже сосредоточиться на занятиях на короткое время, потому что вот та жизнь, в которой они живут, клиповая информация вливается в мозг таким потоком, YouTube, TikTok эти все они смотрят какие-то там аниме, вот и они люди, да, как бы они тоже этим пользуются. И преподавателям мы отмечаем то, что в какой-то момент, когда ты заставляешь убрать телефон или человек теряется, он не то, что он начинает внимательно слушать преподавателя, а наоборот, он не может даже сидеть на месте, он начинает ерзать, оглядываться, то есть как будто вот что-то для него такое вот важное очень произошло, он что-то потерял. Вот, что бы вы посоветовали студентам, как все-таки настраиваться, так как это будущее священники, которые, вы говорите службы 14 часов, да, ну, будет у них вечерняя служба там по 3 часа, как настроиться, вот, как на вот это вы знаете, о чем я бы вам хотел сказать, вот часто мир очень агрессирует в сторону нас и просто церковного народа и в сторону духовенства в частности, и я обратил внимание, что, знаете, их агрессия, такого плана, они могут нам простить даже пьянство священников, даже никакое-то неподобающее поведение, они простят нам даже там Мерседес или что, знаете, что люди не могут простить, лицемерие, им трудно понять и простить, когда мы говорим какие-то красивые высокие фразы, а сами живем очень низко. Да лучше бы мы не врали, лучше бы мы не лицемерили. И еще, если уж мы нам подолгу, вы будущие священники, вам придется говорить эти фразы на проповеди, на встречах, ну понимаете, нужно хотя бы, ну хоть как-то пытаться соответствовать. Не даже нравственный закон, это мало, потому что священник, это не учитель нравственности, они бы могли пойти к психологу, люди, зачем священник? священник это носитель духа, не учения, опять же учения, пошли бы в библиотеку да почитали, священник должен нести дух, не знания, не пример нравственности даже, и если священник не молящийся, он не убедителен, он разочаровывает людей, вы будущие священники, если вы не будете молящимися священниками, люди вам не поверят, они будут вежливо кивать головой, но они будут от вас отходить и не возвращаться, если священник не молящийся, он не убедителен, по поводу телефонов, интернета, царствие Божие нудится, если вы хотите стать священниками, вы должны настраиваться на понуждение себя, наш ум постоянно хочет кушать информацию, ум питается информацией, как желудок пищей, так ум информацией, и если ум не получает духовной информации, какой духовной информации, не текста Евангелия, не текста святых отцов, а Духа, если он не научен жить духовной информацией, этот ум скучает, и эту пустоту нужно восполнить чем-то, и поэтому мы будем листать, будем искать, будем чем угодно заниматься, вдруг не получая информации, нас будет как наркоманов корежить, наркоман не получает дозу, и у него ломка, человек не получает информацию, он не может вынести эту скуку, он будет вертеться вот на кресле, и потом он выйдет, так вот, оказывается, мы не привыкли к духовной информации, опять же, я говорю, это не чтение духовных текстов, оказывается, во Христе есть очень глубокая информация, но это информация не слово, а информация духа, там такая глубина, но для нас это закрыто, и поэтому мы кушаем то, что можем, наше духовное пищеварение требует пищи, мы кушаем, кушаем, какое-то, если хотите изменить, придется потерпеть, слезть с этой иглы информации, но нужно природа не терпит пустоты, нужно вот этот вакуум будет заполнить духовной информацией, сначала кто-то замещает душевной информацией, это тоже действует хорошо, но это несовершенно, можно, например, если человек в депрессии, он в скучании, можно его направить на добрые дела, сначала в формате просто души, и он получит информацию добрых переживаний, он сделал доброе дело, и получил удовлетворение, но это несовершенно, добрые дела вместе с тобой умрут, если ты не во Христе, вечная жизнь только во Христе, поэтому просто творение добрых дел, вот сейчас я так печально наблюдаю, что мы в нашей церкви чем угодно занимаемся, в тюрьмы идем, я 25 лет в тюрьмах отслужил, в дома престарелых идем, я ходил, я попечитель детского дома для слабоумных, я был 12 лет, организовал приют для бездомных и нянчился с ними, я кормлял молодежный театр, снимал кино, и что такое я не делал, но все это душевное, это не духовное, все это можно и должно делать, но нужно наполнить духовной молитвой, чем мы только сейчас не занимаемся, в школы идем, в тюрьмы, в больницы, о молитве часто мы говорим, на каком предмете с вами говорят о молитве, и сколько часов этому уделяют, мы английскому больше уделяем, или греческому, или еще латинскому больше уделяем времени, нежели теме молитвы. — Хочешь, конечно, молиться на разницу какая-то. — Что? — Говорить молитве это хорошо, значит, полагается, что человек должен молиться, и это понимать, а просто можно молитву размещать, замещать красивыми разговорами о молитве со словесами, духовность, молитва, человек будет доказать. — Вот смотри, я сегодня к вам приехал, ну наверняка я сегодня начал со слова о молитве, ну кто-то же сегодня об этом будет думать, да, я не говорю, что все начнут молиться, а если бы я не приехал, сегодня, может быть, никто бы об этом даже и не подумал. Сначала зарождается мысль, это странно, что человек в церкви не думает о молитве, то есть есть разная аудитория и где-то какие-то понятия должны быть и молчание у человека. У тебя получается хорошо молитвы? молитвы? Ну, например, вот если мы идем в больницу или молодежный театр, там у людей нет понятия молитвы, то есть вообще они как это могут не знать. молитвы, им очень нужно услышать все молитвы. я сейчас отвечу на твой вопрос, потому что я вот сейчас привел пример, да, 25 лет в тюрьмах, 12 лет с бездомными, лет 20 в детском доме, с молодежью в театре, что только я не делал. Вот я когда пришел в молодежный театр, я почти им не говорил, я вообще им почти не говорил о молитве. Я просто молился. Вот сейчас я, если еду на фронт, или вот кто-то со мной просится, я говорю, знаете, там настолько нерв обострен, настолько деликатно надо вот слова подбирать, вы лучше ничего не говорите. Я первый раз, когда поехал, мне говорят, что ты там с солдатами, какие политинформации будешь проводить? Я говорю, я ничего не буду им говорить. Я готов им носки стирать, картошку чистить, я просто буду с ними. Вот когда мы идем за ворота церкви, да, мы должны в школу идти, мы должны нести не слово, мы должны нести дух. А дух мы будем нести, если он в нас будет. Смотрите, есть такая фраза, Господь в Евангелии этим фарисеям говорит, лицемеры, вы готовы обойти полмира, чтобы приобрести себе последователей на уровне слова, вы их убедили. А потом, когда они откликнулись на ваше слово, вам дальше им нечего дать, потому что вы ходили, и только занимались вот этим обращением людей на уровне слова. А вы сами не наполнены духом, и тогда через время люди от вас уходят. Поэтому красиво зажечь на уровне слова можно, но если в этом слове не будет духа, а дух только через духовную жизнь происходит, его нельзя передать в семинарии на лекции. ну, если лектор будет сам молиться, да, он вам передает дух, не только информацию, но он передает вам дух. все, да, да, простите, пожалуйста, да, да, уже нет, да, устали уже, да, ну, давайте помолимся, да, Господи, слава. Слава Богу!